Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 выдавать разные слова, которые невозможно произнести. При этом вся страна понимает, и он это публикует, вся страна понимает, вся страна знает, что это не просто слова, что это обряд опускания, да, то есть Пригожин он публично взял и даже не оскорбил, да, перевел в низшую древную категорию, откуда не возвращаются начальники Путинского генштаба. Ну хорошо, но может быть даже Герасимов это и съел бы. Я думаю, что он не такое еще ест. А Путин не стерпел. Это же его начальники штаба, это его собственность. Зачем же его собственность так вот унитаз тамокать, прилюдно? Никто не позволял, хозяин не позволял. И таких вот ошибок Пригожин сделал много. Вот история, например, буквально вчерашняя с очередной внесудебной казнью, которая оказалась шуткой довольно быстро. И совершенно понятно, почему эта шутка так была нужна Пригожину. Так ему понравилось. Потому что очень много появляется показаний о том, как применяется постоянно, везде, всегда. На прошлой неделе были съемки с украинского дрона внесудебной казнью Пригожина. И он начинает изготавливать фейки, чтобы в огромном ведре фейков не нашлась правда. Он всегда так делает. Он всегда говорит половина правды, половина такой лжи, что эта правда размывается. Он это делает в избежании обвинений во внесудебных казнях. То есть он все-таки побаивается этого дела. Но это означает, что журналисты больше к нему не будут обращаться, как к источнику информации. Невозможно понять, что он говорит. Он сейчас врет, он сейчас троллит, он сейчас весело шутит, у него сейчас цирк, настроение цирка или настроение поговорить серьезно о том, что происходит. То есть минус журналисты, минус власть, минус журналисты, минус Министерство обороны. Пока за него, как ни странно, только российские суды, которые упорно во всех конфликтах встают почему-то на его сторону. Но я думаю, просто они сейчас за него, потому что никто не может сориентированно дать им команду. Журналисты же не могут командовать судами. Путин считает, что суды и так должны догадаться. Они туповатые. Суды туповатые у нас в России. Надо как-то им более внятно объяснить, что теперь такое дело, судебный пригод на стол можно сажать, а не защищать его, как они продолжают его защищать. Ну, будет, возможно, соответствующая отмашка или очередной темник, вот как сказал мой коллега Денис, тогда возможные решения, от них появятся немного иные. Ольга, смотрите, в продолжении разговора хотел бы привести одну историю. Там, в принципе, их много, их наводит СНН, и вот журналистам этого средства массовой информации удалось пообщаться с бывшими заключенными, которые согласались принимать участие в войне против Украины в рядах наемников так называемой ЧВК Вагнер, и только чудом не погибли. И вот, как отмечается, что наемников ПВК Вагнер якобы пленили украинские военные в конце прошлого года, издание, ну, не раскрывает их личности, но уточняет, что один из них отбывал 20-летний срок за непреднамеренное убийство. Это что он говорит. Далее зацитирую. У нас было 90 человек, 60 человек погибли в первом штурме и были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранение, рассказывает бывший наемник о своем первом участии в штурме в районе Белогоровки Луганской области. Вот такие данные сейчас наводятся. Всем заинтересованным я предлагаю ознакомиться с этой статьей на СНН. Да, можно перевести как бы и прочитать, как же это на самом деле происходит. Ольга, а то, что самого Пригожина отрезает вот такого ресурса, как тюрьмы, российские тюрьмы, да, вот как вы прокомментируя якобы вот это решение, что вот уже чувака там не будет нанимать людей, да, призывать, пополнить вот эти ряды военнослужащих, а этим будет заниматься Минобороны. Ну и в целом, если подходить к этому моменту, то вот мы можем подытожить, да, вот что удалось, чего не удалось при Гожину всего вот этими, знаете, турне по российской зоне. Вы знаете, мне кажется, самое время подытожить. Вы абсолютно правы. Наверное, вы первые вот это делаете. Я очень рада, что это вот утренний в эфире «Фридом», и впервые такие, наверное, итоги подводятся. Да, мы наблюдаем каждый день. С 1 февраля пригожинцев и ЧВК «Вагнер» нет на российских зонах. Еще продолжают ехать этапы из Иркутской области, которые были в конце января отправлены в Ростов. Это тоже ЧВК «Вагнер». Но я не уверена, что они приедут именно в ЧВК, а там уже не будет Министерства обороны. Да, из зоны они ушли, их в зоны больше не пускают. Что удалось? Они завербовали за это время 50 тысяч заключенных. Из них боевые, небоевые потери в общем почти 40 тысяч. Почти 40 тысяч. Мы получаем письма. Вот вчера было письмо из... Ну как это? Неофициально, конечно, письма нам каждый день отчитываются из разных областей. Вчера это была Сибирь. И вот из Сибири сообщают, что с 28 января сотрудники колонии формируют списки желающих отправиться в Украину, но желающих уже нет. Записались единицы. И в той же колонии ТК-44 город Белово Кемеровской области есть данные о погибших среди завербованных в прошлую волну. А прошлая волна забирали из колонии 9 ноября в этой колонии. К 20 января в живых осталось 16 человек из 105 завербованных. Вот примерно такие потери у каждого. Это вот в ноябре их забрали к январю осталось 10 процентов. Ну, чуть побольше. 15 процентов их осталось. А тех, кого забрали в июне, в июле, в августе, их уже совсем нет. Вот еще один показатель. Я еще никому о нем не говорила. Вот, собственно, вы первая. я все удивлялась. Вот те заключенные, которые были отпущены Пригожиным и помилованы, они должны были вернуться. Вот вот их подходит срок возвращения в середине, ну, чуть ближе к концу февраля. Я вчера с одним из них разговаривала, говорю, слушай, и что, ты пойдешь? Он говорит, нет, я с понедельника, да, вчера он вышел на работу, выхожу на работу, он вышел на работу санитаром в больницу, то есть он не собирается возвращаться, он сказал, что вроде как больше не надо, некуда возвращаться, он не вернется на передовую, он не вернется в Украину. Я не думаю, что это делает его более симпатичным человеком, потому что полгода он воевал, безусловно, он остался военным преступником, и никак его решение побыть санитаром не спасет его от дальнейшей ответственности. Но тем не менее, тем не менее, Вагнер перестал набирать. Я так думаю, что он сейчас под Бахмутом добивает оставшихся заключенных и будет сворачиваться и уходить в Африку, в Мали, в Центрально-Африканскую республику, где, собственно, представляет интересы Путина. Может быть, он останется в Сирии. Но я хочу сказать, сказать, что Украина выбила Вагнера с Украины, выбила Пригожина. Да, он показал себя человеком, безусловно, страшно циничным, талантливым, в смысле злого гения, такой люциферский у него талант, очень набрал, тем не менее, большой популярность среди маргиналов, которые радовались, что за них в Украине умирают зэки, но теперь будут они умирать, и сделал такую серьезную заявку на место в политическом олимпе и мгновенно получил понус. Не факт, что это его последняя попытка, что он не будет пытаться, но видите, он понимает прекрасно, что либо Путин должен жить вечно, и тогда рядом с ним будет жить, либо он должен быть у власти, захватить власть, а таких переворотов мы знаем в истории черных полковников таких множество, потому что при любом другом президенте можно просто не жить физически, и я думаю он еще сделает попытку и прорваться к Путину, и сделает попытку прорваться к власти, и сделает попытку обрасти новыми союзниками, но пока он такой остался одинокой преступной паре. Меня очень волнует еще этот момент, что он начал подделывать, делать фейковые внесудебные казни, это означает, что у него появилась надежда отмазаться, это очень странная надежда, прямо скажем, несбыточная. Смотрите, говоря об итогах вот этой такой компании набора со стороны Пригожина, мы не можем обойти тему какую, а как вот, знаете, можно использовать отклик такое слово, или там фидбэк по итогам того, что большинство пошло и погибло, а что вот на зоне говорят по поводу вот этого набора, стало меньше, больше, возможно, вы знаете какую-то информацию, что там говорят о том, пошли и не вернулись, да, вот как-то желание побубавилось, или все равно есть те, кто так или иначе будет гораздо согласиться на вот это предложение, ранее со стороны Пригожина, а сейчас, скорее всего, будут поступать соответствующее вот и Министерство обороны. Вы знаете, все равно, все равно набирается, все равно набираются, знаете, хотел сказать идиоты, хотел сказать дураки, а подлецы, которые, которые ради какой-то вот очень неправильно понятой свободы хотят идти воевать в Украину. да, люди там пытаются вырваться из тюрьмы, из зоны, что есть, наверное, самое худшее место на земле, но вот совсем недавно мне писали заключенные, буквально вчера, что в одной из колоний стали набирать, я вам сейчас прочитаю, чтобы это было понятно, и тем самым языком начали рассказывать про другое, смотрите, это пишут из Башкирии, из башкирской колонии, у нас в лагере такая тема происходит, если зэк пишет на ПТР, это замена части, не отбыта части наказания, более мягким видом наказания в виде принудительных работ, вызывают на комиссию, спрашивают, готов ехать в зону СВО, разбирать завалы, вытаскивать трупы и так далее, то есть предлагают работать в зоне боевых действий, если согласен, то дают положительную характеристику и знак целесообразно, все с кем я общался сказали, что согласен, но они надеются обмануть систему, что главное отпустят, а там что-нибудь придумают. То есть люди сейчас, которые уже почти на свободе в России, да, не отбыли свое наказание и их переводить на принудительные работы, то есть уже это почти дома, они думают обмануть систему и поэтому записываются в Украину, да, им говорят не воевать, просто в зоне боевых действий будете убирать трупы, они, да, они в это не верят, конечно, они просто друг друга обманывают, и заключенные по-прежнему пытаются обмануть систему, но это как играть в русскую рулетку и пытаться обмануть револьвер, нет, вы не обманите револьвер, разбирать завалы вы не будете, разбирать завал это огромная взяточная история, мы это видим по Мариуполю, покрасили остановку в Триколор на фоне этих развалин, на фоне совершенно разрушенного Мариуполя, это все огромные деньги, там никакие зэки туда не подойдут, а трупы они где? Они на передовой. Федеральная служба исполнения наказаний во феврале, пару дней тому назад, пару недель тому назад, говорила о том, что уменьшилось количество заключенных 33 тысячи, если мне не изменит память, да, говорили о таком количестве, как именно призыв я не могу наверное это назвать в ЧВК Вагнер. Вербока, набор, как угодно, но не призыв. Призываешь же, Легонжин обращается и призывает все. По идее отзываются на такой призыв некоторые. Как вот такой набор в ЧВК Вагнер, он в принципе изменил вот систему заключенных на территории Российской Федерации, Совет Европы в 2021 году говорил о том, что ситуация ухудшается чуть ли не ежегодно, количество а качество не меняется. Ну, вы знаете, вот это уменьшение количества заключенных, оно ведь произошло еще на фоне того, что в российскую пенсарную систему, в российские тюрьмы влились тысячи украинских заключенных. Давайте об этом не забывать. Все-таки две с половиной тысячи заключенных, похищенных украинских заключенных из Херсонской и там части Николаевской областей. И сейчас с ними большая проблема, потому что их явно брали под вербовку под ЧВК Вагнер. Они в основном отказались получать российские паспорта. То есть их не могут сейчас у ЧВК Вагнер, которым было наплевать, какой паспорт, это была просто банда, и, собственно, и есть банда, они могли взять, но их выгнали. А Министерство обороны нужно, чтобы был паспорт. Они отказываются. То есть это снижение числа заключенных на фоне того, что влилось большое количество похищенных украинских заключенных. Кстати, там каждый день есть какие-то новости, и у нас есть родительские чаты с родственниками этих заключенных, вы нам пишите, потому что очень много новостей, и я на самом деле надеюсь, что ваши скоро будут дома. Условия не то, чтобы ухудшаются сейчас. Действительно, количество заключенных снижается, но Пригожин так унизил судебную систему, потому что приговорами судов просто подтерлись, извините. Он унизил, судам-то так и надо, но просто теперь русский человек будет убежден, что никакого закона нет, никакого суда нет, и поколение, прежде чем законность какая-то необходимость убивать закон, столу войдет в голову, зачем это нужно. Уничтожено этим самым институт прокуратуры, надзор за законностью, он тоже уничтожен, но уничтожен и ФСИН, потому что заключенные все видели, как какой-то лысый хрен приезжает на вертолете и вытирает о них ноги, выгоняет их, заставляет переодеваться, потому что не терпит эту всеновскую форму, это же тоже огромное унижение, они отвечают за заключенных по идее, а тут приезжает некто и забирает, нет же никакого до сих пор указа президента о помиловании, секретного, полусекретного, хоть какой-то номер его, дайте почитать, хоть что-нибудь, и они, конечно крайне, они это понимают, у них тоже проходит такое унижение, у них снизились их заработки, в смысле заработки коррупционные, поскольку у них была половина заработков, это так называемая промка, где заработали заключенные, на труде заключенных не зарабатывали, а второй вид заработка они торговали условно-досрочным освобождением, все за деньги делается, а тут некому работать на промке, условно-досрочный никого не отпускают, все уходят на фронт, еще и заработков лишились, они сейчас оторвутся, они на ком должны отрываться, только на заключенных, у них больше никого нет в подчинении, ни кошечки, ни собачки, только заключенные, вот на них. Ольга, и в конце у нас буквально пару минут, имея такое мощное амбре от всей своей деятельности, как у Пригожина, кем он только не был, и кейтерингом занимался в начале своей карьеры, хот-доги продавал, я помню, кормил президентов, основал частную военную компанию, владеет бизнес-центром в Петербурге, кормит детей, по-моему, в Москве занимается его компания, один из подрядчиков его, обеспечением школ, для школ питания, собственно. Вы говорили, что он хоть в Африку отправится, да, туда, там, где на ней дислоцируется большая боевая часть честной военной компании «Вагнер», и я правильно вас понял, о политическом каком-то будущем речи не идет в том будущем, о котором говорила Блумберг в октябре, если мне не изменяет память. Вы знаете, я думаю, что он сделает перерыв, он сделает перерыв, чтобы перегруппироваться, потому что сейчас действительно у него очень много неприятностей со всех сторон, и он попробует еще раз, и если, например, говорить о том, кто когда-нибудь уронит Путину на голову кирпич, или табакерку, или затянет шелковый шарф вокруг шеи, если это когда-нибудь случится, то я бы напрягожен бы поставила, я бы напрягожен бы поставила как человек, который совершенно запросто может это сделать, например, если его подпустить поближе. Хотя я думаю, что в окружении Путина в принципе каждый такой, кто готов его замочить, потому что он об этом тоже знает Путина и всячески бережется, потому что он будущее и жизнь испортил и своему окружению тоже, который, конечно, ну, пари навсегда, у них нет, у них точно нет совершенно будущего, и вряд ли они ему благодарны, но Пригожин будет первый. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова